Всех приветствует Компьютерная Академия и наш партнер сайт Ремонтка.про. Сегодня хороший вопрос. Личная папка Google Фото. Простой способ скрыть фотографии и видео на вашем Android смартфоне. Итак, если вам требуется срочно скрыть личные фотографии или видео на телефоне Android, так, чтобы они не отображались в стандартной галерее или каких-либо других приложениях, а также в файловых менеджерах, можно использовать встроенную функцию личная папка в приложении Google Фото. В этой инструкции, секретной довольно-таки, мы расскажем подробно о шагах для настройки личной папки и скрытия секретных фотографий и видео на вашем Android смартфоне или планшете, а также дополнительная секретная информация о работе данной функции. Итак, поехали. Итак, первый вопрос в видео. Включение и настройки функции личная папка. Все, что нужно для того, чтобы начать пользоваться личной папкой, это установленное приложение Google Фото. Для настройки потребуется выполнить следующие шаги. Итак, первое. В приложении Google Фото переходим в раздел Библиотека, а затем нажимаем на кнопочку «Инструменты». Пункт номер два. Вверху следующего экрана вы, вероятнее всего, увидите опцию для начала настройки личной папки. Если данный пункт не отображается, поищите пункт «Личная папка» в списке доступных опций ниже. Либо дождитесь, когда закончится подготовка библиотеки, если вы только что установили данное приложение. Также может потребоваться перезапуск данного приложения. Идем далее. Пункт третий, довольно-таки интересный. Итак, появится экран с информацией о личной папке. О том, что файлы, помещенные в нее, не будут видны в основном интерфейсе Google Фото и в других приложениях, и не будут синхронизироваться. Также о том, что все файлы из личной папки, если их не извлечь оттуда, будут удалены при удалении приложения Google Фото или при очистке данных приложения. Поэтому внимательно с автоматическими, будьте внимательнее с автоматическими чистильщиками памяти на андроиде. От нашего канала добавлю следующее. В личной папке нельзя делать какие-либо скриншоты, у вас это не получится, поэтому здесь он отсутствует в нашем видео, как и для некоторых пунктов ниже в нашем видео. Поэтому на экране нажимаем кнопку «Настроить». Разблокируйте личную папку одним из способов разблокировки вашего телефона, например, отпечатком пальцев. Пятый пункт. Разблокировали. Вы увидите сообщение. Здесь пока пусто. Нажимаем кнопку «Переместить объекты», чтобы добавить новые фото в секретную личную папку. Выберите нужные фото и нажмите «Переместить». Это понятно будет. Итак, идем далее. Пункт седьмой. Будьте внимательны. Итак, вы увидите информацию с важной информацией. Рекомендую прочитать ее, особенно то, что касается удаления приложения. От нашего канала добавим еще раз, вот именно добавим следующее. Удаление данных приложения Google Photo. Также удалит и фотографии из личной папки. Соглашаемся и нажимаем «Продолжить». Пункт восьмой. Подтверждаем перенос в личную папку. Ну и, в принципе, готово. Фото или видео будут удалено из исходного расположения и перемещено в вашу личную секретную папку. Но это еще не все. В дальнейшем вы всегда можете зайти в вашу личную папку через библиотека «Инструменты. Личная папка». Итак, по окончании нашего видео скажу следующее. То есть в самой личной папке можно, в саму личную папку можно добавлять новые фото и видео, значок фото с плюсом справа вверху, или выбрать элементы из личной папки. Нажать «Переместить» и выбрать «Выполнить процесс обратно в общее». доступный из всех приложений «Хранилище». Так что здесь можно как-то все это дело поконфигурить. Интересная функция смартфонов на системе Android. Пользуемся. Я думаю, у вас все получится. Это канал «Компьютерная академия» и наш партнер – сайт «Ремонтка.про». Я думаю, данная информация была вам полезна. Смотрите наш канал, ставьте нам лайки, делайте подписки. С нами будет интересно. До новых встреч!